Сегодня мы рассмотрим администрирование дисков RAID. Для этого в качестве реквизитов сделаем 3 диска пустых, достаточно маленьких. У них писать ничего не будем, только работать на 512 МБ. Настройку нажимаем на нашей операционной системе. Носители и добавляем 3 носителя. Выбрали. Создать новый диск и создаем их. Мы работаем в каталоге у нас в ART.MP имя пользователя. Назовем их HDB. И размер поставим 512. Много нам не нужно. Динамический виртуальный диск. И точно так же еще два диска. Итак, это у нас... АК... HDC... Диск 512 делаем. Размер, в принципе, тут совершенно не важен. Просто для... Одинаковости... И сделаем... И сделаем... У нас... HDD... HDD... 512... Итак, вот мы создали... 3 диска. И запускаем наши виртуальные машины. На этих трех дисках мы будем делать RAID. Итак... У нас по плану сделать RAID 1. RAID 0.0, он собственно RAID'ом не является. Он используется для ускорения работы с дисками. И при потере любого диска он весь вылетает. RAID 1.0.0. Он служит для того, чтобы дублировать на втором диске содержимое первого диска. И кроме этого мы попробуем посмотреть RAID 5. RAID 5.0.0. У нас это минимум 3 диска. Он более экономный, чем RAID 1. Разбивается все содержимое на страйпы. И эти страйпы раскидываются по всем дискам циклически. Страйпы с данными и страйпы с контрольной суммой. Так. Для RAID 1 мы сделаем две конфигурации. Конфигурация просто RAID и конфигурация с горячим резервом Hotspare. Когда сделаем просто первый RAID, продемонстрируем, что при убирании одного диска и замене мы восстанавливаем всю систему. Итак. Запустим терминал. Поставим профиль с более крупным шрифтом. Итак. Вначале мы должны зайти, естественно, под администратором. Когда мы набираем SU, мы набираем пароль ROOTA. Давайте посмотрим, какие у нас диски есть в диск минус L. Это просто показывает все диски. Лист. Греб. Дев. СД. Вот у нас диск СДА, на котором система находится. И три диска СДБ, СДЦ, СДД, на которых находится у нас, будет находиться RAID. Можно использовать полностью диски, но удобнее разбить их на партиции. На партиции разбиваются с помощью F-диска. Кроме F-диска мы можем использовать вариант SF-диск. Это F-диск для запуска в командных скриптах. То есть в нем можно удобно работать без интерактива. SF-диск минус L, DEV, СДБ. Вот он показывает лист этого диска. Давайте создадим на каждом из этих дисков по одной партиции. Это делается очень просто. DEV, СДБ. Значит, двойное чтение из стандартного ввода. Это значит, что мы читаем до появления символов EOVF end of file. Все, что до этих символов идет, это и будет вводом для команды. Вот у нас такая команда, которая означает, что сделать первую партицию от начала до конца. В принципе, мы можем сделать еще четыре партиции таким же образом, но они будут пустые. Итак, и все. End of file. Вот у нас сгенерировалась таблица. Первая партиция Linux. Остальные пустые. Ну и точно так же. Ctrl, нажали стрелочку вверх, появилась предыдущая команда. Ctrl, A в начало. На SDC заменили. Стрелочка вверх. Ctrl, A. SDD. Ну, посмотрим тип раздела. SFDisk, PrintIt, по табуляции дописывает. DEV, SDB и номер раздела 1. 83. SDC, SDD. Для порядка нам нужно поменять его на тип массива RAID. На тип партиции RAID. Давайте посмотрим, какие типы у нас SFDisk поддерживает. Выделим. Grab RAID. Минусы значит не учитывать. Большие или маленькие буквы. Это значит у нас FD тип партиции. И тогда задаем SFDisk, ChangeIt, DEV, SDB, SDB1 и тип FD. Также SDC, SDD. Вот таким образом мы заменили тип партиций. Давайте посмотрим. Действительно, FD партиции. Мы подготовили все три диска. Можно посмотреть разбиение, опять же, с помощью SFDisk. SDB. Ну и точно такое же разбиение на всех остальных дисках. Теперь соберем массив RAID. Это делается с помощью команды MDA. Create. Сделаем вербосс, чтобы побольше информации. Назовем DEV MD0. Стандартное достаточно название. Уровень. Первый. То есть RAID 1. Количество дисков. Два. И какие диски. SDB1. DEV. SDC1. Вот тут нас сообщает, что если у нас старый загрузчик, то он не будет бутиться с этого девайса. И нам нужно установить или старые метаданные, или быть уверенным, что у нас новый загрузчик. Ну, поскольку мы загружаться с этого девайса не собираемся, то мы просто пропускаем эту информацию. Как можно посмотреть состояние массива? Ну, или в системе PROC. У нас информация MDStat. Вот у нас MD0. RAID 1. Состоит из таких вот дисков. Или с помощью MDADM. Или Quary просто. DEV MD0. или DTL. Вот тут подробная информация, что у нас тут. Версия метаданных. 1.2. Там нам говорили, что если старый загрузчик, откатитесь на метаданные 0.9. Тип массива. Размер массива. Ну, действительно, размер массива равен RAID 1, размеру минимального диска. Два девайса. Два девайса в RAID и вообще два девайса. Состояние хорошее, чистое, все нормально работает. И вот два девайса у нас прописаны. Что мы можем сделать с RAID? В принципе, то же самое, что и с обычным диском. То есть. Создадим каталог DATA, уже есть. И подмонтируем DEV MD0 О! О! Файловую систему NKFS Extended 4 DEV MD0 И вот теперь уже подмонтируем. Все. Смотрим mount. Вот он подмонтировался. Ну, в принципе, мы можем в FESTAB стандартную запись добавить, которая будет монтировать во время загрузки. Можем на данный момент это не делать, потому что потом все равно нам придется ее убрать. Итак, теперь посмотрим, как, собственно, будет работать RAID диск при сбое. И так, вот у нас детальная информация. Давайте мы один из дисков пометим, как сбойный. Вот у нас информация, что диск помечен, как сбойный. И состояние, что массив деградирован. После этого нам этот диск нужно удалить. Вот диск removed. И теперь мы можем то есть, тут он был помечен как неработающий, а тут его даже и нету. то есть, вот у нас RAID DEVICE 2, а всего дисков остался один. Добавим в принципе, мы должны заменить были бы этот диск, но как модель добавим диск SDD MDADAM DEF MD0 ADD DEF SDD 1 Добавили чистый диск. Ну и вот смотрим, что он ребилдится. То есть, на второй диск переписывается информация, чтобы у нас стала одинаковой информация на обоих дисках. И вот состояние, что чистое, деградированное и восстанавливается. Ну, поскольку у нас диски маленькие, то восстановление идёт очень быстро. Вот у нас система пришла в рабочее состояние, восстановилась. Ну и теперь удалим наш RAID STOP DEF MD0 И главное, почистим всю мета информацию, которая записана RAID'ом, чтобы диски можно было потом использовать. На них не было бы информации о старом RAID'е. RAD DEF SDB1 SDC1 SDD1 Ну вот, мы очистили диски. И теперь можно перейти к следующему упражнению, а именно, создание RAID массива с горячим резервом. То есть, вот у нас в данном случае было то, что если диск один отвалился, то массив деградирует, соответственно, повышается время доступа к нему, понижается его производительность, ну и когда второй диск умрет, умрет и весь массив. Ход спера, диск, горячий резерв, это диск, который автоматом подключается к массиву, если один из дисков умрет, и на него реплицируется нужная информация. То есть, у нас есть время заменить спокойно диск. Надежность возрастает. Итак, создаем опять массив, RAID1, Первого уровня, два девайса, DEVSDB1, DEVSDC1. Вот у нас наш массив запустился. Вот мы на него смотрим. Все как обычно. Давайте добавим еще один диск. Диск DEVSDD1. Диск DEVSDD1. Добавили диск, смотрим состояние. Мы видим, что этот диск стал спайродиском, горячим резервом. Активных девайсов два, рабочих девайсов три. STATE CLEAN. Ну и теперь давайте, так же как и в прошлый раз, удалим один диск. DEVSDC1. Так, и что мы видим, что у нас деградированное состояние, но сразу же началось восстановление, без всяких наших вмешательств и пошел ребилдинг. И на SDD у нас пошел ребилдинг, а диск SDC помечается как ошибочный. Ну вот у нас ребилдинг прошел и массив работающий. Один Failed Device. После того, как мы заменим этот девайс, все вернется обратно, пересоберется диск с новым девайсом и SDD опять станет спайр-девайс. Ну, теперь опять остановим массив и разберем его. Остановили. И убираем суперблоки. Блок. Убираем суперблок. С первого, со второго и с третьего дисков. Все. Мы, наша система, привели в исходное состояние. Ну, а теперь мы сделаем некий трюк. Предположим, у вас есть система с RAID 1, а вы решили перейти на RAID 5. RAID 5 более экономно используют диски, поэтому вы решили использовать его. Итак, опять создаем наш RAID массив. Два девайса. SDB1. SDC1. Вот наш массив. Как у нас будет идти изменение массива? Как мы помним, у нас для пятого RAID минимальное количество дисков три. Поэтому мы добавим еще один диск. Он автоматом станет hotspare. Потом поменяем тип массива. И потом зададим массиву, что третий диск это диск массива, а не hotspare. Итак, mdadm, add, def, md0, def, sdd1. Добавили. Вот он стал hotspare. И теперь поменяем уровень массива с помощью команды grow. Уровень 5. Теперь у нас массив уровня 5. Смотрим. RAID 5. RAID девайс 2. Два RAID девайса. А всего девайсов три. И он так и есть hotspare. Естественно, что массив формально у нас объявлен как RAID 5. Но реально он RAID 5 не является. Реально он пока работает как RAID 1. Давайте мы заменим количество дисков с двух на три. mdadm, grow, def, md0, RAID devices, три. Что мы видим? Что у нас стало три RAID девайса. Состояние clean и reshaping. То есть он меняет свою структуру. статус reshaping 0 пока. И что он делает? Он со второго на третий перекидывает информацию. То есть он размазывает блоки по всем трем дискам. Ну, все у нас диски маленькие. Все отработало. В результате у нас получился из RAID 1 RAID 5. И как вы видите, у нас увеличился размер нашего массива. То есть у нас был до этого массив 508. размером с каждый диск. А теперь у нас фактически под контрольную сумму уходит объем одного диска. То есть массив увеличился в два раза. То есть мы как бы по живому преобразовали RAID 0 в RAID 5. Увеличился размер массива при добавлении одного диска. Ну и теперь точно так же как раньше разберем массив. МДА. СДБ1. СДЦ1. СДД1. Вот собственно и все. После того как вы остановите машину, вы можете удалить сделанные для данной работы диски с этой машины. Они больше нам не нужны. ДОБРАДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...